приветствую вас дорогие друзья я бы хотел поблагодарить вас за хороший фидбэк по поводу моего прошлого видео которое было посвящено вопросом переезда в еск на юг в краснодарский край к морю на постоянное место жительства я это видео записал к случайно мимолетно это не моя прямая тема как вы знаете моя тема это отдых в ейске туризм мой блог так называется все об отдыхе в ейске но тем не менее я сделал видео по поводу переезда есть в краснодарский край вообще в какой-то любой город на побережье черного или азовского моря в краснодарском крае на пмж и он набрал довольно много просмотров и мне написала довольно много людей я признаться даже не ожидал что эта тема настолько популярна настолько интересует людей особенно сейчас в период так сказать экономического кризиса можно сказать нашей стране но тем не менее она людей интересует вопросы были разные и я сейчас постараюсь в новом видео дать такой развернутый ответ на те вопросы которые люди мне задали основная тема этих вопросов основной посыл так сказать был следующий да ты рассказал о особенностях жизни в краснодарском крае в городе ейске в частности затронул самые разные там вопросы темы от коммуналки до природы и погоды но это все интересно все как бы по теме спасибо но нас то интересует сам процесс переезда краснодарский край то есть каким образом можно практически осуществить эту идею имея скажем какое-то единственное жилье квартиру где-то в каком-то российском городе продать эту квартиру переехать в краснодарский край в какой-то город у моря который нравится выбрать этот город станицу поселение там какой-то населенный пункт приобрести там жилье и все это без каких-то умопомрачительных проблем то есть там тот период когда вы будете без жилья смена работы смена места жительства сам процесс переезда там все эти вещи и так далее дети семья перевести из одного региона в другой устроиться все это конечно сложно и каким образом нам с минимальными так сказать потерями и моральными и материальными осуществить этот процесс реализовать свою мечту вот именно в этом заключался можно сказать такой общий обобщенный вопрос который мне задавали основная претензия к моему предыдущему видео я полностью принимаю вашу критику мои дорогие друзья я действительно ничего об этом не сказал поэтому я уделю этому вопросу внимание в моем сегодняшнем видео почему я решил его записать потому что я сам имею подобный опыт я не уроженец кубани я сам родился в сибири и жил там довольно долгое время и переехал сам в краснодарский край правда это случилось довольно много лет назад и уже как бы я сейчас себя не ощущаю каким-то здесь чужеродным элементом в краснодарском крае наоборот краснодарский край стал для меня родным домом но процесс переезда каким образом я это делал я все прекрасно помню и могу вам это рассказать поделиться своим опытом потому что сейчас спустя много лет я понимаю какие я сам допустил ошибки и которые бы я не допустил однозначно если бы сейчас уже с багажом их сегодняшних знаний по поводу жизни в краснодарском крае я бы решился так сказать сюда переезжать давайте скажу об этом несколько слов по моему мнению самая главная проблема для тех кто планирует переехать на постоянное место жительства в краснодарский край это то что вы очень плохо знаете реальную жизнь в том городе краснодарском крае куда вы хотите переехать до смиритесь с этим дорогие мои друзья если в этом городе не живут на постоянной основе ваши какие-то родственники или близкие друзья которые могут вам во всех красках описать все плюсы и минусы которые имеются в данном городе то скажите себе прямо я ничего про этот город не знаю ваши многочисленные пусть даже приезды в непосредственно в этот конкретный город краснодарском крае на летний отдых это самый минимальный опыт который не дает вам право сказать самому себе что я знаю об этом городе все вы были отдыхающими а хотите стать жителями этого города поверьте отдыхающий и житель это два разных человека по сути с других разных планет отдыхающий и житель этого города они живут в разных мира с разными заботами отдыхающий приезжает отдыхать тратить деньги наслаждаться отпуском до местный житель здесь работы пытается выживать имеет жилье обслуживает жилье платит за жилье решает все коммунальные бытовые проблемы отдыхающий никогда этого не касается пусть даже он 25 лет каждое лето приезжала в один и тот же городок и там отдыхал поэтому если вы хотите действительно не совершить ошибок потому что в каждом городе свои нюансы и коммунальные и бытовые и связаны с жильем и связаны с там не знаю с транспортом с работой с какими-то там не знаю оформлениями бумаг черте что может быть куча подводных камней соответственно чтобы потом не быть разочарованными нужно обладать необходимой информацией об одноготной жизни в данном городе в краснодарском крае самое идеальное конечно когда у вас здесь живут какие-то родственники это несомненный плюс или какие-то близкие друзья да тоже огромный плюс если же вы просто здесь отдыхали и теперь устремляетесь сюда считаете что вы устремились в пустоту я например имел здесь есть и знакомых которые мне реально помогли на первых порах вообще понять что это за город много рассказали в красках куда я планирую переехать какие здесь плюсы какие здесь минусы очень помогли с выбором жилья потому что согласитесь понимание района где бы комфортно было жить у приезжего но она абсолютно отсутствует местные жители знают в каком районе жить комфортно в каком районе жить не комфортно и это ведь не только связано с месторасположением района связано с коммунальными проблемами или например в приморском туристическом городе на подобии ейска вы приобретаете жилье и хотите приобрести его ну где-то совсем поближе к морю но эта философия отдыхающего для человека который хочет жить на постоянной основе в приморском городе жить прямо у моря для него это не самое приятное место почему но потому что летом орда туристов приезжает в именно этот микрорайон и ваша жизнь превратится в небольшой ад почему ну вы хотите жить тихо спокойно семьей да а в результате вы получите что кругом значит ходит толпы людей в магазине очереди на остановке очереди в автобус не залезть куча людей кричат дети все туристы все время что-то у вас спрашивают нам стучаться пятое-десятое куча проблем шум это согласитесь если вы приехали особенно если вы там уже на пенсии хотите спокойно жить у моря и бабац где-то там вот в ейске например с конца мая до конца сентября плотненько приедут туристы и начнут вокруг вашего дома водить дружные хороводы с песнями с плясками значит и так далее вам как вообще будет житься то в таких условиях я понимаю если вы хотите например сдавать свое жилье там ну немножко зарабатывать на этом но это еще как-то можно тогда объяснить тогда это можно как говорится терпеть но если вы просто хотите жить для себя ведь вы едете в краснодарский край для себя чтобы жить в более в комфортных приятных условиях как правило подавляющее число людей сюда именно за этим приезжает то согласитесь в жизнь в таких микрорайонах которые прямо у моря прямо у пляжа но это не то что надо есть другие микрорайоны там хорошее может быть есть жилье и очень даже возможно что она есть но какой это микрорайон в какой направить свой взор вы как отдыхающий например если даже десять лет приезжали в есть но вы подавляющим образом жили именно в прибрежных микрорайонах а то что где-то там дальше в центре и дальше вправо влево на выезд из города вы там если бывали то очень редко эпизодически вы этих районов не знаете и какой выбрать и здесь возникает следующий вопрос 2 которому я плавно подошел это поиск нового жилья почему это сложно ну потому что давайте скажем откровенно если вы покупатель жилья и люди видят что вы действительно целены на покупку и если люди видят что вы иногородний то вас каждый первый будет стараться надурить вам будут рассказывать сказки про каждый дом про микрорайон я не буду говорить за качество дома да то здесь можно подойти если скажем вы разбираетесь немножечко в строительстве если нет вы можете каких-то привлечь людей которые разбираются знакомых ну или за деньги нанять какого-нибудь специалиста вам скажут непосредственно за квартиру за дом за участок то есть качественно ли построена данное строение там из чего какие недостатки это все можно посмотреть можно и конечно нужно внимательно изучить необходимые документы на недвижимость до чтобы не было каких-то там подводных камней проблем с этими документами это сделают юристы здесь тоже проблемы нет а вот в чем есть проблема так это как раз в том где непосредственно находится этот дом куда вы хотите переехать на постоянное место жительства что его окружает опять же какой-то район как транспортная доступность удобно ли там жить какие соседи какие перспективы у данного района может быть тут планируется какая-то там прям под вашим богом стройка и так далее и тому подобное вопросов миллион и наполовину из этих вопросов вы самостоятельно точно ответ не найдете если есть какие-то недостатки и плохие перспективы у района разумеется продавец и работающий в интересах продавца агент недвижимости будут стараться скрыть эту информацию потому что им интересно чтобы вы приобрели жилье то есть посредник чтобы получил свои комиссионные продавец чтобы получил свои деньги реализовал свое домовладение свою квартиру как в этой ситуации не попасть в просад опять же необходима помощь местных жителей то есть родственников близких друзей которые вам смогут помочь в этом вопросе потому что часто информация которая связана с теми или иными проблемами в неких районах микрорайонах города того же дейска она официально нигде не публикуется а широко распространена зато среди людей то есть сарафанное радио там какие-то группы в социальных сетях посвященные жизни в городе ейске в том же нам это все освещается но вы то в эти группах не участвуйте более того вы даже не знаете об их существовании групп много они разрозненные там лента обновляется эта проблема уже давно утонула в этой ленте где найти эту информацию как понять только помощь постоянно проживающих здесь ваших близких друзей родственников это идеальный вариант если вы не имеете в каком-то городе друзей знакомых родственников то смиритесь с тем что вы идете на риск этот риск присутствует не хочу сказать что это не прямо вы покупаете кота в мешке конечно если вы человек дотошны внимательные вы многих подводных камней сумеете избежать но часть камней подводных если они конечно есть вы избежать самостоятельно не сможете вот то что я бы хотел вам сказать чтобы вы это понимали и не разочаровывались потом когда будут какие-то у вас проблемы неудачи также хорошим советом будет следующее я бы искренне рекомендовал вам если вы нацелились переехать в какой-то город краснодарском крае и если раньше вы не жили скажем в межсезонье да то есть с октября по апрель в этом городе я бы вам искренне рекомендовал приехать в этот город и пожить в нем какое-то время ну я не знаю там насколько вы способны себе это позволить лучше приехать и осенью и зимой и весной чтобы вы понимали как выглядит этот город в эти времена года какой здесь климат приятно ли вам здесь жить для здоровья нет ли каких-то побочных эффектов потому что поверьте мне курортные города летом и курортные города позднюю осенью зимой ранней весной это два совершенно разных города не только даже по климату природе по ритму жизни по работе там общественного транспорта магазинов там не знаю все общие торговые сети общественного питания и так далее и тому подобное то есть это абсолютно два разных города необходимо прочувствовать ритм жизни города в межсезонье до в мертвый сезон и понять хотите лишь ли вы жить в таком городе потому что сезон у нас по своей длительности короче чем период межсезонья если вы переедете жить в город какой-то курортный краснодарского края то большую часть своей жизни в этом городе вы будете жить в период мертвого сезона который совершенно как я уже сказал не похож на жизнь в бурлящий летний сезон каким образом осуществлять переезд технология в общем простая я за последние годы сталкивался с несколькими семьями которые переезжали в город есть к искали и покупали себе жилье и в общем все они действовали по одной и той же схеме схема эффективная и состоит следующем вы приезжаете в город есть к там где вы скажем отдыхали снимаете комнату на какой-то срок и обращаетесь в 1 2 3 насколько хватит ваших сил агентство недвижимости самостоятельно ездить искать утомительно лучше позвонить в агентство недвижимости и сказать им прямым текстом вот я хотел бы приобрести ну что что вы хотите приобрести квартиру дом если с квартирой то здесь дело попроще потому что многоквартирные дома в общем у нас расположен там не где-то на выселках таким плотными районами стоят осмотр будет повеселее побыстрее проходить если вы хотите купить дом то конечно тут вам придется покататься по всему городу а если может быть вы хотите купить дом в пригороде или каких-то близлежащих станицах да в ейском районе том же например той же должанской то поездки будут соответственно довольно длительные и потребуется гораздо больше времени как только вы скажете в агентстве недвижимости что вы действительно настроены серьезно то есть вы имеете деньги да то поверьте сразу же значит вам к порогу подадут автомобиль и улыбающийся агент посадит вас в автомобиль будет катать вас по всем объектам продается много клиентов денежных сейчас меньше и значительно чем прошлые годы соответственно предложение превышает спрос и вас с удовольствием как короля этого мира будут катать по самым различным объектам выставленным на продажу и будут вам рассказывать частично объективную информацию о данном объекте а частично сказки о том как чудесно сложится ваша жизнь если вы приобретете именно этот дом или именно эту квартиру да вот все что от вас будет требоваться это просто не теряться внимательно рассматривать что же вам такое тут рекламируют выборов наиболее понравившиеся адреса не спешите делать окончательный выбор конечно вас там будут теребить эти агенты недвижимости до названивать вам сохраняйте хладнокровие понравились какие-то адреса отлично съездите туда еще раз самостоятельно уже погуляйте возьмите какой-то широкий радиус обойдите весь микрорайон внимательно посмотрите что здесь есть как работают где какие магазины транспорт что здесь вообще присутствует какая инфраструктура посмотрите внимательно этот район на карте почитайте отзывы о жизни в данном районе уверен в интернете про каждый район найдется немало отзывов и туристов если вы в приморском где-то прибрежном районе покупаете недвижимость или простых жителей почитайте отзывы про этот дом возможно там проблемы с водой с электроэнергией с отоплением с чем угодно понимаете все эти нюансы про этот конкретный дом нужно доскональнейшим образом изучить перерыть google и яндекс настолько насколько позволяет google и яндекс и уже тогда вы сможете отбросить варианты которые вам не подходят потому что там выявится недостатки о которых скромно умолчал агент недвижимости и милый продавец данной недвижимости и вы остановитесь нам скажем один два три варианта где бы вы хотели действительно купить и проживать на постоянной основе еще раз посмотрите эти объекты привезите семью и покажите им эти объекты потому что два глаза хорошо до ваших глаза а глаза ваших родственников друзей даже детей поверьте каждый человек видит мир по-своему вы же согласитесь со мной поэтому даже ребенок может подметить и указать вам совершенно даже не нарочно и случайно на те вещи которые вы не замечаете а которые последствия возможно станут для вас с какой-то проблемой или неудобством то есть необходимо внимательнейшим образом осмотреть данный объект изучить его со всех сторон это мой главный совет чем тщательнее вы будете его рассматривать тем счастливее будет ваша жизнь потому что поверьте те кто идут на поводу агентов недвижимости продавцов начинают по слушать их полностью доверять бывает порой знаете совершают ошибки я лично наблюдал ситуацию у меня снимала номер в нашей гостинице женщина которая на пенсии хотела приобрести себе недвижимость в нашем городе она одинокая женщина продала квартиру в москве как говорится при деньгах и приехала вот в поиске недвижимости я спросил у нее чтобы вы хотели вообще о чем вы мечтаете она говорит я бы хотела дом недалеко от моря чтобы был сад участок я люблю там заниматься садоводством я бы там жила дышала свежим воздухом выращивала цветочки наслаждалась жизнью на пенсии я говорю так если вы хотите тишины покоя вы вообще зачем рассматривать есть и даже есть к не советовал понимаете поезжайте в какую-то станицу например должанская а если хотите еще более тихую жизнь там глафировка тоже да там недвижимость дешевле там тише там можно найти очень хорошие варианты где вы будете тихо спокойно жить на пенсию большой участок будете заниматься садоводством свое полное удовольствие то есть вот такая спокойная тихая жизнь ее интересовала я говорю в есть это вам зачем непосредственно там тут у нас и участки земли поменьше ну и жизнь все-таки городская да хорошо сказала она и села в машину к агенту недвижимости и каталась с ним дня три спустя три дня она возвращается ко мне и говорит я нашла жилье внесла уже задаток я переезжаю ягра что же вы нашли а я нашла квартиру в старом доме в центре города ейск говорю так стоп многоуважаемая но вы же хотели другого вы хотели домик с участком и чтобы тихо и чтобы воздух и чтобы хорошо ну старый дом в центре города там прямо поверьте я знаю этот дом там ну ну просто самый цен рынок люди и дом очень старый я говорю вы понимаете что вы купили не то что вы значит хотели да я все понимаю но я меня уговорили значит и я уже внесла аванс вот вам друзья мои как умеют уговаривать профессиональные продавцы на поэтому не допускайте этих ошибок но вы же потом пожалеете если вы купите не то что вы изначально хотите идите прямо к своей цели скажу вам как бизнес коучер да стремитесь к своей цели и вы ее добьетесь наверное что еще важно сказать на эту тему при переезде это кажется изначально как-то не особо важным но это очень важно перевозка вещей готовьтесь к тому что процесс переезда чисто вот в таком бытовом транспортном плане перевозка всей вашей вещей многочисленных это изначально кажется что там ну что-то продадим из вещей что-то раздарим там друзьям родственникам знакомым и с небольшим чемоданчиком приедем ага чемоданчиком у вас будет камаз вещей и все это нужно будет упаковать загрузить пусть даже конечно будут грузить там грузчики но согласитесь все же надо контролировать вы везете это там там тысячу километров и все это чтобы не растряслось никуда не упало ничего не разбилось и так далее все это нужно то есть загрузить все это нужно перевести все это нужно встретить все это нужно разгрузить все это нужно снова распаковать все веревочки котом очки с вашей развязать собрать все заново и поставить это адский труд готовьтесь к тому что это займет очень много времени и длительное время вообще приобретя новую недвижимость вы будете проживать просто на чемоданах в совершенной неустроенности будьте морально к этому готовы перед моими глазами также еще один пример когда женщина от этой неустроенности просто и захватил какой-то невроз совершеннейшим но она жила в уюте всю свою жизнь в значит квартире где у него все было все хорошо чудесно вот захотела переехать к морю переехала и началось значит ремонт переезд перевозка вещей новая меблировка ну и всякие нюансы ремонт затянули кухню сделали там немножечко не ту которую она хотела да не попали по размерам до в цвет и так далее и тому подобное и женщина совершенно впала в такое минорное состояние совершенного пессимизма не нужно подать в пессимизм друзья мои нужно сказать себе что нужно потерпеть этот период однозначно пройдет если вы будете конечно активно стараться его приблизить концу и очень скоро где-то возможно через год вы снова окажетесь в уютном доме среди значит красиво по фэншую расставленных вещей и будете жить свое полное удовольствие вот такие советы я бы дал для тех кто планирует переезд вот такие практически жизненные советы следуйте им и я думаю что вы избежите самых ужасных ошибок которые можно совершить на этом тернистом пути желаю вам удачи если будут вопросы пишите я стараюсь всем отвечать а если вам нужна информация о городе ейске то большое количество моих статей с фотографиями видеороликами вы сможете найти на сайте нашей гостинице правда большинство этих статей конечно посвящено вопросам отдыха в городе но и информация о самом городе о жизни в нем также достаточно много смотрите читайте я буду рад если вы воспользуетесь статьями на которые я потратил много времени и труда спасибо вам за внимание удачи в жизни в делах всего доброго